Студия 7 в эфире. С вами Артём Руденко. Особый режим в связи с пандемией коронавируса действует в Красноярске уже второй месяц. Сидеть дома горожанам всё труднее. И многим откровенно не хватает привычной активной жизни. В интернете полно видео о том, как красноярцы делают зарядку на балконах. Многие фитнес-клубы стали проводить тренировки онлайн. Как совместить самоизоляцию и профессиональный спорт? Об этом и не только. Говорим с руководителем Главного управления по физической культуре и спорту Красноярска Валерием Черноусовым. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время в связи с коронавирусом отменили почти все массовые мероприятия. И соревнования, я так понимаю, в том числе. Какие турниры, в которых должны были принимать красноярцы участие, отменились? Ну, правильно вы сказали. Все массовые мероприятия разного уровня, начиная от дворового, муниципального и международного, конечно, все было отменено. Поэтому, начиная уже с середины марта, мной был подписан приказ об отмене всех спортивных мероприятий, спортивных наших учреждений и всех массовых мероприятий. Многие мероприятия мы некоторые отменили полностью. У нас, допустим, сейчас фестиваль возможностей со старшим поколением. Мы понимаем, что пандемия не прошла еще, да, и мероприятия связаны с Днем города, которые, это и забег на часовню и многое другое, мы просто отменили. Некоторые мы перенесли на более поздний срок. Надеемся, что все-таки срок закончится, пандемия, и мы проведем некоторые мероприятия уже в более позднее время, если нам это позволит. Поэтому, конечно, к сожалению, некоторые мероприятия, у многих, вот и эстафета 9 мая посвященная, да, которая у нас не прошла, и многие другие мероприятия. Но не отчаиваемся, перенесли, некоторые онлайн будем проводить и проводим. Поэтому, я думаю, смотрим только вперед, ждем рекомендаций, в ближайшее время они будут. Уже, в принципе, послабление в сфере физической культуры и спорта есть, разрешено заниматься индивидуально, поэтому я и всех горожан, и всех любителей активного образа жизни призываю соблюдать привитивные меры, потому что не нужно скапливаться в одном месте. Достаточно у нас дворовых территорий есть хорошие, есть и маленькие, есть пришкольные дворы, парки. Выходите, и не надо создавать толкучку определенную, да, все места хватит в нашем любимом городе Красноярске. Поэтому на это следует обратить особое внимание. – А как обстоят дела с международными соревнованиями, чемпионатами? – Ну, это все-таки прерогатива Министерства спорта даже не края, а Российской Федерации, да, потому что я отвечаю за массовый спорт в городе Красноярске. – Который проводится здесь, в Красноярске. – Да, здесь, да, но есть наши спортсмены, которые участвуют на международном. У меня 19 спортивных школ, поэтому, конечно же, мы ждем тех, вернее, не задач, а нововведений и разрешений, когда международные старты начнут проводиться, и тогда наши спортсмены, вы примут в них участие. Поэтому зависим, что скажут сверху. – То есть это пока отложено? – Да, это отложено, это во всем мире отложено. Конечно, сейчас вот онлайн, вот недавно слышал, буквально сегодня, активно развиваются шахматы, потому что онлайн – это возможно, да, и прямо это ажиотаж вокруг этого, здоровый, хороший ажиотаж. То есть вот шахматам где-то даже, может быть, в какой-то мере сейчас все внимание на них. – Отыграют свое. – И отыграют, и играют, и мы онлайн-акцию буквально с завтрашнего числа с Китаем запустим. Поэтому у нас 12 наших детишек и 12 тех с Харбина будут в онлайн-битве такой шахматы участвовать. – Ну, шахматистам не нужны тренировки активно физические. А как тренируются профессиональные спортсмены? Это бег с соблюдением дистанции или это онлайн с тренером? – Конечно же, это общая физическая подготовка. И каждый уважающий себя спортсмен, и он общается с тренером у нас сейчас живет. И вайбер, ватсап, да, вот тренировочный процесс даже у нас в системе зум происходит. У нас каждые ребятишки спортивной школы не прекратили тренировочный процесс. Тренеры пишут задания. Конечно, труднее всего в игровых видах спорта, где взаимосвязи определенные есть. Но все равно, я думаю, никто не простаивает, занимается, выполняет задания, отчитываются. Поэтому мы тренировочный процесс, увы, ведем в определенных условиях, которые сейчас диктует реалии. – Но он, видимо, немало перестроен. – Конечно, немало перестроен, планы смещены, новые графики. – Нагрузки меньше, чем традиционные? – Я думаю, конечно же, да, но в какой-то мере же зависит еще от человека, от личности. Кто-то сейчас больше уделяет общей физической подготовке. – Есть риск в связи с этим растерять форму? – Риск, конечно, есть, я не скрываю этого. Но если человек будет себя поддерживать, а не просто, условно говоря, лежать на диване, то потом он быстро наберет кондиции, главное не потерять ту физическую форму, которую они имели. Поэтому потом специфичное, это все, я думаю, наверстают. – Разговор продолжен после небольшого перерыва. Оставайтесь на седьмом канале. Оставаясь дома, есть время выучить испанский. Убрать квартиру. Навести порядок в шкафу. Заняться спортом. Приготовить свое фирменное блюдо. Или просто съесть торт. Мы остаемся дома. И ты оставайся дома. Вместе с седьмым. Мы снова в студии «Семь». Гость программы, руководитель Главного управления по физической культуре и спорту Красноярска Валерий Черноусов. В последнее время в интернете все больше акций и флешмобов. В том числе и на спортивную тематику. Я знаю, что у нас в городе родилась акция «75 подъемов гири, поднимание гири к 75-летию победы». Как красноярцы откликнулись на эту акцию, на этот призыв? Очень замечательно. Не только красноярцы. Я вспоминаю, мы до пандемии провели большое мероприятие. Это в рамках «Лыжни России». Уже такую акцию, посвященную 75-й годовщине. На стадионе великолепные воспоминания. А вот что касается уже здесь, то мы перестроились, что не можем проводить так. Так запустили онлайн. И я, конечно, удивлен в хорошем смысле, что к ней присоединились 32 региона Российской Федерации. Это одна треть, практически 4 международных страны. Это у нас Беларусь, Монголия, Таджикистан, Казахстан. 420 участников, 360 роликов. Условия же были, в принципе, не надо было нам спортивный принцип. Здесь сама суть была отдать дань уважения именно Великой Отечественной войне, нашей победе. 75 повторений, потому что мы акцию по гирям проводили и раньше, но мы в рамках 9 мая эстафеты. Все собирались вместе и поднимали столько подъемов, сколько мирных дней на данный момент. То есть считали, суммировали. Так и здесь мы запустили. И могу сказать, более 31 тысячи повторений мы подняли. Это гораздо больше, чем мирных дней. Поэтому это и выступали и мужчины, и женщины, и дети. Поэтому могу сказать, по цифрам 75 женщин приняло участие. Вот цифра такая символичная. 45 детей до 14 лет. Остальные все мужчины. Поэтому подведение доков уже вот прям по номинациям будет уже у нас завтрашнего дня. Но на данный момент я уже знаю, что лидирует у Вачана Надежда Павловна, 75-летняя женщина. Она победительница России и первенства мира по пауэрлифтингу. Великолепный образ. Условие было обратиться, зарегистрироваться, снять видеоролик, представиться, рассказать по возможности о своих дедах. Поэтому она прям много что показала в образе среди женщин. Она сейчас лидирует в этом ролике. Поэтому сам лично принял участие в этой акции. С удовольствием поднимал гирю. Поэтому, к сожалению, кто-то критикует эти моменты. Но я это как бы даже не понимаю. Потому что я даже призывал здесь, не обязательно там гиря 32, 2, 4, 16. Любая. Можно по силе взять и одной, второй рукой. Главное, как еще говорю, отдать уважение нашим дедам, прадедам. Поэтому великолепная такая акция. Еще мы запустили с 20 апреля по 8 мая также онлайн акцию по подтягиванию. В подтягивании у нас тоже, ну, гирях больше, в подтягивании поменьше приняло участие. Но, как по моей информации, я уже знаю, что в подтягивании чемпион, скажем так, определился. Он 91 раз подтянулся. Представляете, да? Возраст? Возраст я могу сейчас ошибиться. Завтра подведение итогов. Уже этого человека мы назовем. Вы на сайте Кросспорта все это увидите. Все это будет в публичном пространстве. Пожалуйста. Но красноярец нет? Он красноярец. Это радует. Он красноярец. Наш красноярец Николай Коклимов в рамках этого, я как знаю, он 80 раз подтянулся. Но он у нас четырехкратный установитель мировых рекордов по подтягиванию. В 6 часов 12-24 там и за час. И в этом году он за час побил свой же рекорд. У него где-то примерно 854 было. А в этом году он подтянулся за час 965 раз. Представляете? В течение часа. Поэтому человек заслуживает уважения. Молодец. У нас еще сейчас стартовала акция ГТО. Также можно семейные, лично участвовать. Вот недавно смотрел ролик. Что нужно делать? А здесь простые виды отжимания от пола, поры лежа, подтягивания также. Также гирю можно. Комплекс упражнений. Выбираешь, выбираешь то, что ты хочешь. Хочешь, ты по комплексу можешь по всему пройти. Хочешь, один вид выбери. Сгибание, ну, как я сказал, руку в поры лежа, это отжимание. И пресс. Поэтому чудо-то... И тоже надо набрать 75 раз? Да, да, 75. Можно в сумме набрать, я же не призываю. Мы здесь тоже такая замечательная, думаю, и отклик. Буквально недавно ролик от детского дома Хазрата Меджидыча Самена пришел. Но, я думаю, мы это в семейную номинацию отнесем. Потому что, ну, они, как считается, живут одной семьей. Потому что я тоже активно вижу, как они занимаются физической культурой, как они любят, как они болеют за своих воспитанников. С завтрашнего дня, с 12-го, так я уже говорил, будем наблюдать за нашими 12 ребятишками, которые будут с гордым побратим, с Харбином, участвовать в шахматах. В течение трех дней это будет. Вот такие у нас онлайн-акции. Думаю, может быть, что-то мы еще продумаем в этой ситуации. Но с восторгом откликаются. Вот в Инстаграме у нас с 1 января открылось отделение хоккея шайбой в нашем с дешевле рассвет. Активно вижу, как ребятишки, именно в онлайн-режиме, да, мы же видим на кухне мамочки, родители стараются вкусняшки разные приготовить. И там просто вот вчера смотрел, подписан на них, булочки испекла вкусные, типа, мама, что булочки? Присядь 70 раз, да, там. И они всей семьей приседают, маленькие это. Поэтому занимайтесь физической культурой. И нужно, как говорится, из всего искать положительное, да, и извлекать больше пользы. Вот, кстати, про ГТО. Сейчас значок ГТО засчитывается при поступлении в ВУЗы? Да, я вот ничего не отменяли. Кто заблаговременно, там много таких родителей, и сами школьники обращаются к нам, регистрируются. И кто вот до пандемии сдал все, то я с уверенностью, придут значки, но обязательно условия бонусы от примерно от 1 до 10 баллов, в зависимости в разном ВУЗе, да, получает только золотой значок. То есть серебро и бронза в зачет не идет. А вот золотые значки, кто собирал определенные баллы, кто нацелен был, тот заблаговременно, кто-то и в 10 классе, кто уже в 11 сдавали. К сожалению, кто, наверное, не успел, тот сейчас в это время... Да, да, потому что это у нас проходит регистрация, сдача нормативов и присваивается в приказ золотого значка на уровне Министерства Российской Федерации. То есть эта процедура достаточно, ну, емкая, пока подпишется приказ. Ну, формализованная достаточно. Если сейчас отменили ЕГЭ, не отменили, перенесли ближе к осени, там, август-сентябрь, предполагается, то как быть со значками? Успеют? Те, кто сдал, то однозначно, те успеют. Когда возобновят. А как только вот разрешение получим, да, то посмотрим, как мы поэтому сможем успеть, не сможем успеть. Потому что, конечно, многие, извиняюсь, откладывают на последний день, да, не думал, когда поступать, где-то услышал, думает, ага, лишние баллы не лишние будут. Ну, к сожалению, так, а кто-то заблаговременно уже сдал, уже имеет значок. По работе с детьми, будет ли в этом году набор? В детские секции? Конечно, у нас ежегодно проходится набор детской спортивной школы города Красноярска. В какие месяцы? У нас не как в школе 1 сентября, у нас цикл годовой, и начинается набор с ноября по декабрь. И в течение года все у нас учебно-тренировочный процесс идет. С января? Да, да, да. Ну, это комплектование, это, допустим, комплектуется первый класс, да, там, и так далее, так и у нас комплектование спортивной школы. Вот. Более полную информацию можно у нас на сайте взять. Каждая спортивная школа, кто выбирает определенный вид спорта, есть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учебно-спортивной, извиняюсь, они вам полную информацию дадут. С какого времени, какой возраст, какой вид спорта, пожалуйста, приглашаем, приходите. То есть сейчас можно просто выбирать? Да, сейчас можно выбирать, поэтому у нас, да, совершенно верно. Сейчас дети занимаются или так же по домам с тренерами онлайн? Нет, они занимаются, естественно, под присмотром тренера, в онлайн режиме, как я сказал. Вайбер, Ватсап, система Зум. Вот буквально у нас будет видеосюжет, приглашаю все СМИ, как проходит тренировочный процесс, там, я уже говорил, в Зуме, да, тренер. И 30 человек могут смотреть, что он выполняет. Поэтому каждая спортивная школа, каждый вид перепрофилировались и продолжают свой процесс. Понятно. В конце беседы личный вопрос. Чему лично вас научил коронавирус? Ну, лично меня научил, наверное, такой сложный, конечно, вопрос, да. В это время, наверное, больше удивил время родным. В силу специфики своей работы, выходные, всегда у меня, в принципе, с мероприятиями были связаны, больше общаюсь с детьми. У меня два сына, уже, ну, можно сказать, взрослые. Чему-то жизненным навыкам их учу. Вот в данный момент, в последнее время, на даче, допустим, активно приобщаю к физическому труду, показываю те моменты, которые у меня отец, дед мой учил, да. Пытаюсь этому сделать, ну, приучить их. Там, простейшие даже, допустим, там, дорожку, брусчатки, да. Вроде там не понимают. Рассказывал, вспоминал, как я и в студенчестве. Условно говоря, колымил, были моменты. Там дыр вот начали своими руками собирать. Складывать. Да, да, да. Поэтому, как бы, вот, ну, надо, еще раз повторюсь, искать позитивное, да, где-то, там, общение в онлайн происходит больше с родственниками, да, определенными. Поэтому только надо не зацикливаться, не, а именно смотреть. Ждать и надеяться, когда все пройдет. Да, совершенно верно. Валерий Анатольевич, спасибо вам за ответы. С вами был Артем Руденко. Здоровья вам и всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин